Мобилизованные красногорцы снова дома, хотя и ненадолго. В череде долгожданных встреч с родными и близкими парни сочли необходимым пообщаться с главой муниципалитета. Дмитрий Владимирович Волков подчеркнул, беседа с героями. Гордостью округа – большая честь. Со всей страны ребята принимали активное участие в частичной мобилизации. Красногорск не остался в стороне, и красногорские наши ребята сразу же откликнулись. Самое, наверное, ценное, то, что нам хотелось донести, что любая история жизни, любые вызовы – это не только то, что происходит на линии соприкосновения, но это то, что объединяет нас в тылу. А тыл в Красногорске надежный, в чем бойцы убедились наглядно, посетив Центр помощи участникам СВО и их семьям. Деятельность в поддержку защитников не прекращается здесь почти ни на минуту. Волонтеры трудятся как в пункте сбора самого необходимого военнослужащим, так и в импровизированной мастерской, где плетут маскировочные сети. Вещи крайне полезные, отметили гости, но далеко не единственные, в чем остро нуждаются на передовой. У нас идет смена периодов. У нас снимают зимнюю форму, одевают летнюю. Соответственно, летний берд, летняя форма, какие-то сапоги, потому что очень распутятся такие моменты. Ну и очень всегда бинокли, рация, такие вот мелочи, которые делают жизнь проще, они всегда актуальны. Особенно актуальна, кроме прочего, оптика. В частности, тепловизоры и приборы ночного видения поделились отпускники. А вот бытовые мелочи и продукты приходят регулярно, говорит Александр Полуда. Прежде всего, в виде адресных посылок от родни, а также централизованной доставки силами муниципалитета. Кроме теплой экипировки, например, получали сделанные руками неравнодушных энтузиастов блиндажные свечи. Четырех, по словам Александра, достаточно для обогрева укрытия. Не меньшее тепло дарят письма юных земляков, учащихся Красногорска. Это очень круто. За это большое спасибо детям. Очень милые письма. Прям читаем, не нарадуемся. У нас на стенах, вот в этих блиндажах, в этих ямах, на стенах висят детские рисунки. Как раз-таки они вносят что-то цветное в эту серую грязную будку, в которой мы живем. Когда мы получаем какие-то стихотворения о детей, уже школьного возраста, мы их зачитываем всем. Вечер завершился неформальной беседой за чашкой чая. Бойцы рассказали в том числе о планах на недолгий 14-дневный отпуск. Задача, конечно, одна – провести как можно больше времени в кругу семьи и друзей перед отправкой в зону боевых действий. А на передовой, пообещал глава Красногорска, как и прежде, поддержка тыла не заставит себя ждать.